В Видновской районной клинической больнице продолжают оказывать плановую и экстренную помощь. Нередко больным коронавирусной инфекцией, например, требуется срочная хирургическая операция. Иной раз врачи буквально творят чудеса, как это произошло совсем недавно. Так, доброе утро. Доброе утро. Андрей Владимирович, как себя чувствуете? Продолжение. Хорошо. Температуры не было за ночь в утро? Нет. Вчерашнего обеда начала падать. Сейчас пациент в РКБ Андрей Коревецкий без проблем показывает доктору работу рук, разговаривает и ходит. Но все могло сложиться иначе. Андрей работает строителем, но травму получил, выходя из дома на лестничную площадку. Поскользнулся, упал, потерял сознание. Соседи вызвали скорую. Несколько раз Андрей приходил в себя в эти моменты. Он не чувствовал ни рук, ни ног. По компьютерной томографии шейного отдела позвоночника был выявлен перелом 4-го, 6-го, 5-го, 7-го позвонков шейного отдела позвоночника. А также у пациента была выявлена сопутствующая патология, болезнь Бехтерова. Пациента срочно подготовили к операции, которая длилась 3,5 часа. Ситуация осложнялась тем, что у Андрея в ходе томографии также была обнаружена пневмония. Позже выяснилось, что у него ковид-19, который он переносил в легкой форме. Несмотря на сложность операции, сам пациент не почувствовал трагизм ситуации. Было страшно у меня? Да нет. Как это страшно? Это не первая операция, у меня бедро было сломано. Здесь было раз, что здесь очень мощная хирургия. Я как бы здесь не первый раз лежал, как бы знаю. По словам врачей, если бы хирургическая помощь не была оказана вовремя, Андрей мог бы остаться инвалидом. Сейчас 42-летний пациент идет на поправку и уже готовится к выписке. На форекс-кассиративной терапии у пациента наблюдается реагресс клиники, ушиба спинного мозга. Пациент входит, встает, полностью себя обслуживает. Планируется в ближайшее время снятие швов и выписка домой с рекомендациями. По данным пресс-службы ВРКБ, за прошедшую неделю количество подтвержденных фактов коронавирусной инфекции в муниципалитете увеличилось на 763. Выздоровело 423 человека. Медики просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Спасибо.